Ты в школу уйдешь, мы попробуем, как их не едят. Он потом туда пластилин подложит. Всем привет! Меня зовут Алисова на канале Алисы Зипет, с Мухаммедзином на канале на всем ютуб. И сегодня у нас будет распаковка посылок от наших подписчиков. Собственно говоря, это посылка из Нижневартовска от Ева. Давайте ее скорее откроем. Смотрите, какая красивая коробочка! Она моего любимого цвета. И тут надпись из Нижневартовска от Ева. Очень приятно, очень красивая коробочка. Так, первое, что я вижу, это вот такой вот замечательный рисунок. Он нарисован блестящей ручкой, очень яркий, красивый и переливается на свету. Мне очень понравился этот рисунок, очень минималистичный. Дальше вот такие вот мармеладки, такие я еще не пробовала. Жевательный мармелад с витаминами. О, это суперский! Обязательно попробуем. Вася тоже интересно, что здесь. Он думает, это для него. Но я искренне надеюсь, что это для людей. Так. Тут вот такие вот листички. Васька, тут лисички. Они очень прикольные. Нет, это все-таки не для кошек. Апельсинка пахнет просто изумительно. И еще таким ананасиком пахнет. По вкусу немного напоминает манго, так что думаю, вам понравится. Подпишись, даже если у тебя лапки. Следующий конвертик для Васьки. Он уже ждет подарочек. О, а Василию коту прислали вот такой вот замечательный корм. Думаю, он Ваське очень понравится. Еще один конвертик. Это подарочек уже для меня. Ой, все разлетелось. Это вот такая замечательная, очень красивая конфетка. Она переливается на свету. Еще чай. Флейм от Тесс. Вот такой вот значок с пчелкой. И браслетик. Браслетик очень красивый, поэтому я его сразу одену. Изи семье, папе. Изи, папа, прости. Но пакетик не поместился. Ну, ничего страшного. Думаю, папа не огорчится. Тем более, что чай с манго. Папа очень любит манго. Деться некуда. Это, знаете, раньше папа любит мамбу, а теперь папа любит манго. Спасибо. Подожди, это не все. Еще изи папе прислали браслетик. Зелененький. Да, красивый, с золотыми вот такими вот ставочками. Конфетку. Тебе конфетки такие шлютые. Чтобы я не растолстела. И вот такую еще конфетку тоже очень красивую. Спасибо. Но очень маленькая. Нормально. Подожди. Хомячкам вот такой вот замечательный корм. Думаю, им понравится. Обязательно дадим им попробовать. Но думаю, что этот корм для сирийских хомячков, поскольку здесь есть... Семена кукурузки и орохо. А изи маме... Там нарисовали, мне конфеты прислали, я вижу. И чай. Так что вы ее не перепрячете. Изи маме прислали вот такой вот чай с виноградом. Нам, кстати, такой уже прислали. Он очень вкусный. Изабелла. Давайте меняться, чтобы люди поняли. Я люблю манго. Кто любит чай с виноградом? А значит, мы поменялись с папой мне манго, а ему чай Изабелла. Тебе еще прислали кактус. Вот такой вот браслетик. Давай руку. Ой, он, по-моему, великоват. Чуть-чуть. Ничего страшного. Дышь, мне кажется. Что ты убираешь? Замечательный браслетик. И еще вот такой вот... А, это чайный блюз. Это сразу к чаю. Вот, у папы не смогла прочитать, и конфета, скорее всего... А, нет. Странно, еще не закончилась. А у меня с малиной. Смотри, как много наполнителя. Он красивый. Да. Смотри, как кот на него реагирует. Он думал, опять кого-то прислали. Ой, это еще одна конфетка? Да, еще одна конфетка. Смотрите, очень красивые конфеты. Ой, он есть начал. Не-не-не-не-не, фу, Вася, кака. Еще вот такие. Женя не ел этот мишуру, а тут начал наполнитель есть. Еще вот такие вот браслетики. Тебе как раз на шею подойдет. Кстати, да, размером. Да, ногу точно большое будет. Да. Еще вот такая вот есть конфетка красивая. Очень красиво этот декорировать. Подожди, это просто сложить на полочку и не есть, папа. Это не те конфеты, которые едят. Конфету не есть. Да. Смотри, какие красивые. Да. Ты в школу уйдешь, мы попробуем, как их не едят. Он потом туда пластилин подложит. Это тоже интересно. Еще вот, еще хомячкам корм. Он тоже для сирийских хомячков, поскольку здесь тоже есть горох и кукуруза. И вот браслетики, это, наверное, изи папы, потому что они очень большие. Изи папы большие. Да нет, подходит все краски для папы. Ой, смотри, хомячкам с сердечками. Да, это 14 февраля скоро, кстати. Ой, а тут корм. Точно такой же, как вот здесь, так что я открывать не буду. И еще хомячкам тоже с любовью. И здесь тоже корм, как вы видите, тоже точно такой же, так что точно всем хомячкам хватит. Так. Ну, а теперь мы наконец-то подошли к письму. Мама уже открыла рисунок. Это вот такой вот подсолнух для хомячков, на котором растет корм. Нет, это не подсолнух. Это просто цветочек для хомячков, на котором растет корм. Побольше бы таких цветочков к хомячкам. Ну да, если бы они в природе росли, а так здесь на клей же приклеили. Так. А у тебя растут единорожки. Да, прелесть. Письмо. Привет, изи семья. Люблю вас смотреть. Как ваши дела? Все хорошо? Да, конечно, у нас все хорошо. У вас очень прикольные зверьки. У меня тоже есть звери. Два кота, один мальчик, другая девочка. А также муравьиная ферма и хомячок-девочка. Мия. Надеюсь, всем понравились подарки. Да. Да, очень классные подарки. Правда, пап? Да. Теперь про меня. Меня зовут Ева. Мне 8 лет. Люблю хомяков. И ваш ютуб-канал. И еще здесь есть какой-то вкладыш. И в нем... О, смотри, какая звездочка красивая лежит. Она тоже приливается. Ева, видимо, любит все, что приливается. И единорожков тоже Ева очень любит. Классно. Спасибо большое за такое письмо и за такую посылку. Она нам очень понравилась. Наверное, письмо нужно было прочитать последним. Но оно было на дне коробки, поэтому мы его прочитали последним. Спасибо огромное, Ева, за такую замечательную посылочку. Она понравилась всей нашей Изи-семьей и даже нашим животным. Передаем тебе огромный привет. Ну, а теперь переходим к распаковке следующей посылки. Ну, а теперь мы распакуем посылочку от Емельиной Ксении из села Теса. Ого! В этой посылке, смотрите, как много подарков. Первое, что я вижу, это вот такой вот пакетик с сеном. Оно зеленое. И думаю, что оно будет очень вкусное. Мы открыли посылку нашим любимым способом. Смотрите, как много подарков нам прислали. Первое, что мы нашли, это для Изи-розы. Тут надпись «Понюхай, мам». Пахнет духами. А теперь распечатаем. Ого! Это вещь. Это блокнот. Но он почему-то пахнет. Сделать доставку со всеми питомцами. У нас больше нет питомцев. Все на заставке уже. Ну, видимо, письмо долго шло. Но мы уже эту просьбу выполнили. Для мимишных крысявок. А крысявушкам нашим прислали вот такие вот сушеные фрукты, семечки и какие-то гранулки. Очень интересные вкусняшки. Думаю, что крыски будут довольны. Корм мешанина для сириков и китайцев. Ну, вообще-то сирики и китайцы разные, хомяки. Корма, крупы, лакомства, орехи, шиповник, календула. Ммм, человек сделал сам корм. И сделал вот такую смесь. Дело в том, что мы не знаем состава вот этих гранул. Поэтому их придется вручную, видимо, убирать. Но по составу очень даже интересный корм. Потому что здесь есть и плющенные зерна. Здесь большое количество семян. И здесь очень-очень крупный гомарус. Это просто замечательно. Для сладкоежек попробуйте на видео. Ух ты! Смотри, как много вкусняшек нам прислали. Давай посмотрим, что здесь. В пакетике мы обнаружили шоколадку Альпин Голд. Сказали попробовать на видео. Судись. Что ж, а давай как в видео. Я потом эту часть отъем. Я отъем. Должен быть широкий рот. Влезло? Влезло. В пакете я обнаружила три пачки чая. Это лайм. Зеленый чай с лаймом. Также я так поняла, что три пачки чая Кения. Но Алиса отказалась пробовать этот чай. Вот какая ситуация у нас произошла. Сказали попробовать на видео. Прошу. Ну, я не знаю как. Ладно, на блоговом канале будем пить чай. А на печенье почему-то пришел Вася. Вася, ты же враг не ешь. Ой, смотри, и салфетки еще прислали вот такие вот новогодние. Очень красивые. Это к Новому году салфетка была. А может, чтобы печенье не рассыпалось. Но все равно приятно. Следующий подарочек для Изи Папы. А Изи Папе прислали палочки. Вафельные палочки, глазированные. Это что, вафелька в шоколаде? Сейчас узнаем. Небось я их не съем. Просто палочка вот такая вот. Вафелька, вафелька. Все, была вафелька, нет вафелька. Вы ее больше не увидите. Поделись другими. Вадина. Мы не кусаем после других. Я нашла рисунок. Скотчиком приклеена красиво. Наклеечкой. С медвежоночком. Вася почему-то решил к нам подтянуться. После слова печенья он пришел, но печенье есть не стал. Рисунков, кстати, очень много. Ух ты! Очень красивый рисунок. Это Енифер, египетская императрица. Левая палочка Твикс. Хомячок Рыборовского. Пишет я жена Борю. У Бори две жены. Он переезжий. Расскажу обязательно. Василий король. Король Василек. Для самого красивого кошачьего короля Василька. А Васильку прислали вот такой вот корм с рыбой в соусе. Васька будет доволен. Строительные материалы для мышек. Японских мышек. А мышкам прислали сено. Нет, это трава. Это сушеная трава. Но сено это и есть трава. Господи, городской житель. Подожди, это еще не все. Им еще салфетки прислали. Здорово. Спасибо большое. Корм для хомячков Кэмпбелла, Джунгарских и Робиков. Сделаны из корма для сириков. Мешанина из кормов, лакомств и круп. Вот такой замечательный корм. Думаю, что он даже подойдет к Кэмпбикам. Поскольку здесь нет ни кукурузы, ни гороха. Хотя здесь есть, вот видите, цветные зерна. Их, к сожалению, хомячкам нельзя. И здесь не очищенный овес, который придется выбрать. Письмо для Изи Семи и Василька от Ксении Изи. Ксюша, 11 лет, 6 класс. И еще здесь вот такая вот замечательная наклейка с мороженым. Здравствуйте, Изи Роза, Алиса, Саша и Василий. Я смотрю вас уже лет 5. Вы очень интересно снимаете. Я вам писала в инстаграм и хотела сделать заказ. Вот мой аккаунт. Можно с вами дружить? Да, конечно. У меня есть сирийский хомячок Печенька. Два кота, две собаки, кролики, которые живут на улице. Давайте дружить. Я вам прислала мой фирменный корм Мешанину. Но после того, как я собрала посылку и добавила туда еще зернышек. Передайте мне, пожалуйста, привет и покажите Леви, Спрадо, Амму, Никиту и Йеннифер. Все этих хомячков мы показываем практически каждое видео, так что вы их можете видеть на нашем канале. Давайте будем дружить и переписываться. В инстаграм дайте мне, пожалуйста, свой номер телефона. Пока. В инстаграм, как я знаю, я с тобой уже переписываюсь. А вот насчет номера телефона я его никому не даю. Замечательное письмо. И тут еще есть вот такие вот подарочки. Так. Это подарок какой-то для меня. Здесь вот такая вот наклейка. И еще две резиночки. Такие резиночки я просто обожаю. Спасибо большое. Они очень удобные. И самое классное то, что они небольшого диаметра. То есть мне их будет очень удобно даже на кончике косичек завязывать. Еще здесь было вот такой вот га... Ай! Ужас какой кошмар. Еще здесь есть вот такой вот гамарус, который я случайно рассыпала по всей своей кровати. Ой, он живой был. Это не я. Это все гамарус. Для Йенни и Робиков и китайцев. Спасибо большое. Обязательно дадим им. К сожалению, думаю, что Йеня откажется. А вот Робики и китайцы будут не против. И еще здесь вот такая вот баночка с песочком. Для Робиков, пожалуйста, на видео. Дело в том, что у Робиков сейчас песок насыпан. Поэтому сейчас мы им досыпать не будем. Но он пригодится потом. Спасибо огромное, Ксюша, за такую замечательную посылку. Она нам понравилась. В посылке было очень много подарков и для нас, и для наших питомцев. Поэтому мы тебе очень благодарны. Передаем тебе огромный привет. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Всех вас очень любим. Целуем. Всем изи пока. Субтитры сделал DimaTorzok